Сегодня обсуждали очень предметные, очень конкретные вещи, касающиеся развития энергетики Петского края. В частности, мы обсуждали ситуацию, сложившуюся в области теплоснажения здесь. Я должен отметить, что с точки зрения сравнения того, как данная ситуация выглядит по теплоснажению в других регионах, у Петского края выглядит очень неплохо. И причина этому понятна. Почему? Потому что здесь теплогенерация владеет как магистральными, так и распределительными сетями. Это хороший подход. Мы, в принципе, такие пилотные проекты делаем в других регионах. Но вот здесь мы посмотрели на результаты. Результаты следующие. Собираемость в теплоснажении достигла здесь больше, чем 90%. Я напомню, что для нас, в принципе, для электроэнергетики существующая задорность около 90 миллиардов рублей от сферы ЖКХ, от потребителей тепла для крупных теплогенерующих мощностей – это серьёзная проблема системная. Здесь она решена. Мы обсудили вопросы, связанные с выпуском подзаконных актов, для того, чтобы закон о теплоснажении начало реально работать. Это, в первую очередь, касается статуса и формата работы с управляющим компанией. Их надо воспитывать, их надо дисциплинировать. С ними нужно проводить такую, видимо, адресную работу в стиле незапущения непрозрачности, злоупотребления и так далее. Ну, вот это хорошо директор перского филиала ОКС Холдинга рассказал. Это было неплохо. Я его пригласил для того, чтобы поучаствовать в нашей работе в подготовке таких актов в Москве. Совершенно предметная дискуссия была по поводу модернизации газопровода Прикамского. Мы решили следующее. «Газпром» дал чёткие заверения в том, что к 2014 году расширение и модернизация газопровода будет сделано. С этой целью мы до марта месяца собираемся подписать вместе с администрацией края «Газпромом» обязывающие соглашения от возможных потребителей. Это новая форма работы по, скажем так, развитию инфраструктуры, коллективной энергетики. Мы недавно это сделали по углю, части развития дорожного транспорта. Сейчас попытаемся сделать это в «Газпроме». Так, и в июле месяце проведём расширенное совещание Минэнергию, где «Газпром» уже доложит о всех принятых решениях. Сейчас они обсуждают этот проект, они готовят институционное решение. Мы договорились, что в июле месяце они доложат. Это принципиальная вещь. Ну и вопросы, связанные с отдельными адресными моментами функционирования генерующего частей Пеперской ГРЭС, мы тоже обсуждали. Я думаю, что мы здесь найдём какое-то решение. Скажите, пожалуйста, агентство «Интерфакс» когда будет в виде закуски на ЗПС-2? Вы знаете, на сегодняшний день у нас нет никаких проблем с точки зрения обеспечения транспортной инфраструктурой экспортного отношения. И даже то заявление, которое недавно сделали наши братья-болгары по выходу из города Санкт-Петербурга, не повлияет на эту ситуацию. В генеральной схеме размещения объектов нефтяной промышленности предусмотрено, что у нас порядка 30% заложено резерва в тех мощностях, в том числе, о что мы сейчас догадали, БТС-2, ВСФДО, которые позволят нам иметь достаточно маневр по направлению, по мощности для того, чтобы обеспечить и быть независимым от возможных транзитных, резкопийных по экспортной нефти. По БТС-2, я вам так скажу, что там идутся работы в части бортового терминала в услуге. Я думаю, что сама линейная часть в высокой степени готовности. У нас потребности подгонять процессы, которые сегодня находятся на контроле в правительстве, в образовательной отзоре, нет. Там должны сделать, то есть слово, сказать, технические обязательства. А когда, когда? Завтра? Ну, пусть я не скажу. Но планируется в конце февраля? Вы знаете, не знаю. Вопросы следующие. Здесь главным являются вопросы обеспечения безопасности на выручную функционирование как линейной части БТС-2, так и в парковой терминалах. Поэтому здесь даже не стоит сказать. Исходя из этого, мы будем. Сергей Иванович, тут упомянули Бурга, Александр. Спасибо. 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 Спасибо.